В этом ролике я расскажу, как я вернула месячные. В своих период 20-25 лет у меня был жуткий гормональный сбой. И в этом ролике я расскажу, что я делала. Это не рекомендация, это просто по просьбам моих подписчиков. Я это действительно рассказываю, потому что было чем поделиться. Если мы с вами говорим про действительно-действительно то, что мне помогло, мне не помогали никакие гормональные препараты, они только разрушали. Я в молодости не понимала, что одна таблетка это разрушенный гормон. То есть если человеку давать постоянно инсулин, инсулин перестанет вырабатываться. Если ему давать гормоны щитовидной железы, они как бы автоматически утилизируются. Но организму не надо же ничего делать. Соответственно, все же извне поступает. И также с женскими месячными можно полностью себя сгубить питанием, образом жизни, экологией, в которой я жила. Я жила в Москве и жила не в очень благополучном районе. Огромное количество химии, химикатов, бытовой химии. И я в какой-то момент потеряла месячный. Мне было очень стрёмно и страшно на самом деле. Было огромное количество врачей, которые говорили, вот эту таблетку, нет, вот эту таблетку, нет, вот эту еще, и пятую, и десятую, и на тебе еще сто таблеток. И я тогда подумала, неужели, неужели это нельзя исправить? И тогда в мою голову пришла идея о чистом питании, движении, активности сне и нутрицептиках. Я сначала попробовала правильное питание. Условно, я никогда не была веганом, вегетарианом, вегетарианкой. Но я даже была готова пойти на это. Честно говоря, меня ненадолго хватило, потому что у меня начались проблемы с белком. Я поняла, что извините, спасибо, всем спасибо, все свободные. Кто-то может есть бобовые, дофига себе, и не иметь раздраженного ЖКТ. Пусть едят. Мой ЖКТ так не выносит, и поэтому я это исключила. Другой момент, я подключила периодическое голодание и палеодиету, до которой нахожусь и сейчас. Да, в зависимости от тех условий, где я нахожусь, я могу покупать те или иные продукты. Я не всегда знаю, насколько они здоровы, но тем не менее, это не выходит из моего рациона. Это мясо, яйца, рыба, кисломолочные продукты, плюс огромное количество зелени различной, которую я могу себе позволить найти. И другой момент, из фруктов я потребляю только яблоки, киви и ягоды. Потому что, когда я ем много фруктов, не то, что я могу их очень много съесть, я просто понимаю, что наши клетки не состоят только из сахара. И что хочется сказать, что месячные пришли не сразу. Мне пришлось заниматься физкультурой, мне пришлось плавать, мне пришлось... Я же была супер занята, да? Нужно вести клиентов, нужно работать, а тут приходится заниматься, оказывается, своим здоровьем, оказывается, нужно двигаться, оказывается, нужно сидеть на палеодиете, оказывается, нужно каждый раз что-то подлатывать, а-ля низкая кислотность, перестал усваиваться белок, понизилось железо на нуле, приходится поднимать железо, проблемы с желчеотоком, опять нарушение микрофлоры кишечника и опять низкие шансы на месячные. То есть, это, казалось бы, такие мелочи, а многие живут и не думают, ну, а почему со мной такой? Ну, наверное, гладиолус. И когда я смеюсь вот с такими вещами, то это достаточно серьезно. Чрезмерным спортом можно навредить, чрезмерными симуляциями можно навредить, поэтому берегите свои яичники, давайте им все необходимое, белок, кому-то нужен уже и коллаген, кстати, кому-то, не всем. Я очень люблю капусту, брокколи, различные капусты, это помогает выводить женский эстроген, метаболиты женского эстрогена. Я принимала из добавок ДИМ, я принимала из добавок постоянно, просто расскажу про добавки, да. Я принимала кальций-д-глюкорат, я принимала пробиотики, я принимала бетаин-гидрохлорид, чтобы кислотность была нормальной, периодически, не всегда. Я принимала кальций-магний-хилат на ночь, потому что 1500 я не всегда набирала своего кальция из еды, но он был параллельно с витамином Д3. Плюс я принимала, что еще я принимала? Да ничего, ребят, больше я не принимала. Поливитаминные комплексы, это периодически, коллоидные минералы для позвоночника, периодически. В основе это, конечно, была, это была палеодиета и ПГ. Это то, что мне помогло. Я не знаю, веса лишнего у меня не было, ну, может, сейчас немножко. А вот просто вот такой стиль питания мне очень-очень нравился. Единственное, когда я прекращала есть кисломолочные продукты, у меня начинались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Я понимала, что у меня четко не хватает бифидолактобактерий, и иногда я покупала их в капсулах, а иногда возвращала продукты эти. Соответственно, это помогало с кандидозом, с другими проблемами, и нормализовало гормональный фон. Если вам полезно это видео, пожалуйста, лайкайте. Это очень-очень лично. Я не очень люблю делиться личным, но раз вы спросили, я вот вам рассказала. И мы каждый день подвергаемся каким-то химическим моментам. Они бывают в еде, в посуде, в воде, в воздухе. И это очень неприятно, когда молодые девушки теряют гормональный фон, и им рассказывают умные тети о том, что у тебя там что-то с желудком, с том, с тем органом, с пятым, с десятым. И называют себя очень такими знающими тетями. И в итоге отправляют, 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 говорят общие вещи, общие слова, приглашают на бесконечные семинары, и ничего не дают. И когда ко мне вот обратилась подписчица с таким вопросом, Алена, расскажи про себя, про свою ситуацию. Я говорю, я была в такой же ситуации. Одна тетя, давай поработаем с желчным, давай наладим ЖКТ, давай уберем воспаление, давай с ними восстановление, давай ты вообще не будешь дышать, пукать, есть, лежать, ты будешь в скафандре, и просто тебя будут там что-то там делать. Но это же смешно, правда? Мы понимаем, что это большой бизнес, и поэтому, когда вы занимаетесь своим здоровьем, думайте о мелочах, если у вас есть цель, например, восстановить цикл. Пробуйте.